Друзья, приветствую! Это Марглан Сесимбай. Никогда не думал, что буду записывать такое видео. Вы, наверное, уже прочитали мой пост. Введу вас вкратце в курс дела. В субботу высадилась следственная группа с Астаны. Изъяли документы в 7 или 8 банках. Я видел письмо. ВРК, АТФ банк, Центркредитбанк, еще какие-то, ну, со всех банков. Именно все, что касательно аллеля, следственная группа возбудила уголовное дело по факту, по подозрению в мошенничестве и хищении, организованной преступной группой. И подозревает, что руководство Аллеля Агра совместно с управлением сельского хозяйства в Матинской области, что типа они совершили такое преступление и типа Аллеля Агра получила имитационные субсидии за строительство птицефабрик Асвукус Агра. Во-первых, хочу сказать, эта птицефабрика Асвукус Агра, она построена, она существует, действует, приносит продукцию, производит продукцию. Во-вторых, Аллеля Агра за именно эту инвестиционную субсидию не получила от государства. Но, я так понимаю, все эти разъяснения были даны следственной группе, но судя по вопросам, которые они задают, вопросы они задают, знаете ли вы Маргулана, кто такие Асадель Партнерс, какое отношение вы имеете. Я это уже проходил, я знаю, они сейчас хотят максимально собрать показания и наверняка уже оказывают давление на руководство Аллеля Агра, чтобы те дали показания против меня. Ночью, вчера они целый день держали их на допросе, до 12 часов ночи, и в первом часу ночи руководство Аллеля Агра закрыли в следственном изоляторе. Это тоже как акт устрашения для того, чтобы руководство начало показывать и что-то про меня говорить. Хотя, я не являюсь напрямую акционером, не участвую в управлении компанией, тем более в распределении субсидий или получении субсидий и так далее. Поэтому, моего никакого прямого отношения к Алле Агра в принципе нету и не может быть. Соответственно, не там копают господа следователи. Но я знаю, что в нашей стране, когда поступает заказ, мало смотрят на фактическую сторону дела. Обычно его криво, косо оно выполняет. Команда была дана с Астаны, я это знаю. Со вчерашней ночи вокруг моего дома ходят 30-40 подозрительных типов. Сейчас ребята, которые меня сочувствуют, объехали, сфотографировали машины. Где-то 5-6 машин вокруг стоят, это предположительно КНБшники. Поэтому я, как здравый, разумный человек, понял все, к чему идет и сделал такой пост. Потому что я считаю, что моя сила только в правдивости, моя сила только в открытости. Я ничего не скрываю, я ничего не воровал. Я только делал хорошее для своей страны. У меня все время государство отнимало все мои бизнесы, которые я создавал. И я считаю, справедливость все равно восторжествует. Вот такое мое небольшое обращение. Ну, пока я сижу дома, побрился, оделся, покушал, приготовился, закрыл аккаунты на почте и так далее. Ну, короче, приготовился. Вот такая ситуация, друзья. Желаю вам всем спокойствия и терпения.